Продолжим грамматический разбор суры «Аль-Аляк» «С густо крови». Разбирая 17 аят «Фаль-Яд'у-Наадия» мы дошли до слова «Наадия» «Наадия» — это прямое дополнение глагола «Яд'у». «Мансу» поставлено глаголом «Яд'у» в состоянии «Винительный падеж». «Аль-Алям» — это признак падежа «Нас» в этом имени. Это «Аль-Фатху-Захерту» «Аля-Ах» или «Явная» «Фатха» на его конце. Так как буква «Я» здесь будет огласовано «Фатха». «Фатха» является легким в произношении над буквой «Я». «Наадия» — это «Мудав» — является первой частью заветной связки, заветной конструкции или же советного сочетания, как некоторые говорят. «Аль-Хав» — это у нас «Домир-Муттасалин» — слитное местомение «Мобни-Аладдоми» с неизменяемым окончанием с дома на конце «Фи махалли Джардин» — на месте падежа «Жар» — родительного падежа. «Мудав» — это вторая часть из заветной связки. «Санаду» — это «Заба-Ния» — мы же позовем адских страджей. «Ассинь от харфу стикбалин» — частицы будущего времени. «Мобни-Аладдоми» — с неизменяемым окончанием с «Фатха» на конце. «Анаду» — это «Фиалан-Мударан» — глагол «настоящее будущего времени». «Марфуан» — поставлен в составе «Нраф» — изъявительное наклонение. «Почему ли тажар роди химин на насобе в аджазме?» — «так как он свободен от амилов факторов насоба и аджазма». «Вааламату» — признак состояния «раф» — этом глаголе. «Аддомату» — «мукадрату» — «аля ахри» — скрытая на его конце огласовка «доман». «Скрытая мукадрата» — «аля лвави» — «махзуф». «Скрытая над удаленной буквой вау» — «домой». «Почему скрытая?» — «Потому что…» «Удаленная из-за трудности в произношении с буквой вау» — «домой». «То есть худефа мин санат'у харфы льалляти ламу льфаля» — «в начале глагола в глаголе над'у удалили слабую букву, являющуюся последней корневой буквы». «В данном случае буква вау». «Несмотря на то, что этот глагол не поставлен в состояние джазу, он в состояние рафа» — «изъявительное наклонение». «Для чего?» — «расман литтахвиф» — «изображение для легкости». «А также из-за того, что слабая буква здесь удаляется, упадает в произношение из-за встречи двух суконов. «Айби сабаби киратилю осл» — «из-за слитного чтения». «То есть в основе у нас было санат'у аз-заба-ниятан» — «два в сукону». «А также следующая за ней буква «з» — «тоже суконом». «То есть удвоенная буква «з» — «аззайль аль-мушаддадату». «Удвоенная буква» — это две буквы «з» — первая сукона, а вторая огласована. Из-за чего букву «з» удалили, что является весьма распространённым делом в Коране. Например, «Ва яду аль-инсана» — «в основе было у яду». «То есть так же, как в чтении, вау здесь выпадает и в написании тоже. «Ва ямху ллаху лбатали» — «тоже сэм, вау не написано». «Яду аль-инсана» — «ямху и яду аль-инсана». «А также то же самое происходит с буквой «я», например, «вадин намли». «Вадин намли» — «я» — тут тоже не написано. «Ва ади» было в основе. «То же самое ля хаадильдейна» — «хаадиба» — «ля хаадиба» — «ла вау основе». «Ва фаэль» — действующий лицо данного глагола «натву» — это «дамирун маститрун фиихи» и «жубан», скрыто в ней в обязательной форме мислемения. «Тақдыруху нахна» — «которые выражены мислемением нахна». Вальфи'уле ма'а фа'алих, глагол наду со своим фа'алем, действующим лицом, все это жмлотун фа'алетун, глагольное предложение, истинное фа'илетун, возобновленное или возобновляемое или новое предложение. Ла махалля хаминал-и'раби не имеет места в падеже. Аззаба'а нията это мафу'лем бихи прямое дополнение глагол наду. Мансубан поставлен этим глаголом в состоянии взвинительной падеж. Вальфа'амату насмихи признак паджаннас в этом имени, альфатхата з-за хирату аля ахилих, явная фатха на его конце. Дальше, калля ла тута'ху вас джуда вакаталиба. Но нет, не повинуйся ему, а подинец, и приближайся к Аллаху. Калля тхарфа ратану зажину, как уже раньше мы сказали, частиц удержания или сдерживания. Мабни аля сукони с неизменяемым окончанием с суконом на конце. Ла махалля хаминал-и'раби не имеет места в падеже. Так и все остальные хуруфы. Мабни аля сукони с неизменяемым окончанием с суконом на конце. Ла это нахиятун джазимотин, запретительная частица, ставящая глагол аль-мударю в состоянии джазим. Мабни аля сукони с неизменяемым окончанием с суконом на конце. Тута'х это фиалин мударин, глагол настоящего будущего времени. Можзуман беля, поставлен частица ла в состоянии джазим. У аля муту джазми признак джазим в этом глаголе. Сукона ахри, сукон на его конце. То есть удаление огласовки на конце. Это и есть сукон. Отсутствие огласовки. То есть дыгды л-харакати, хазадфу л-харакати. У фаулю и у фаулю действующий лицу это дамиран мустатерин фиихи в джубан. Скрыто в нем обязательной форме мистемейни, такдилуга анта, который выражен мистемейнием анта. У аль фиулю маа фаулю глаголы. Тут вместе со своим фаулем все это джублятин фиалитун. Глагольное предложение. Истинна фиятун. Возобновленное новое предложение. Уфалю и уфалю действующий лица это дамиран мустатерин фиихи в джубан. Скрыта в нём обязательной форме миссимения такдилуга «Анта», которая выражена миссимением «Анта». Вальфиуле маа фаали, глагол «усчуд» вместе со своим фаалем «Анта» всё это джумлетун фаалетун, глагольное предложение. Маа туфутуна аля маа кабляха, соединена союзом «Вау» с предыдущим предложением «Ля туты». Фаля махалляха миссляха, поэтому оно тоже, так же как и предыдущий, не имеет место в падеже. А что касается предложения «Вактарип», то его «Ираб» грамматический разбор точно такой же, как и его предложение «Васчуд», в том числе и союз «Вау». Поэтому не будем всё это повторять.